Кровавые реки, пахучие берега. В деревне Вороновской такая техногенная катастрофа – нормальное явление. Вот уже три года на дорогах образуются эти кошмарные лужи. Это не что иное, как куриная кровь. Идёт от ручья невыносимый запах. То есть сейчас зимой и то пахнет, а в летний период вообще. Можно приравнять катастрофе. Не открыть окна дома, ничего вообще. Вечерами, днями практически невозможно дышать. Всем известна вельская курочка – популярный продукт в магазинах области. Производственные отходы вельской птицефабрики попадают в местный ручей, отравляя жизнь всей деревни. Вот тут у речки у меня бабушки, дети, что всё равно хотелось бы купаться в чистой воде просто. Очень страшно, да, потому что дети бывают, ну, болеют после того, после купания. Какой-то год было такое, что у меня и сама сына к дерматологу водила. Прокуратурой Вельского района в мае 2014 года проведена проверка исполнения природоохранного законодательства обществом с ограниченной ответственностью вельская птицефабрика. По результатам данной проверки прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием о признании незаконными действиями о вельской птицефабрика по сбросу сточных вод в водный объект в ручей протекающей деревни Вороновская. Руководители птицефабрики отказались комментировать ситуацию на камеру. По телефону связаться тоже не удалось. Здравствуйте, это я на вельскую птицефабрику дозвонилась? Здравствуйте, это с телевидения звонят телекомпания РНТВ Архангельск? Здравствуйте. Меня зовут Юлия Майданова, я корреспондент. Алло. Здравствуйте. Дело в том, что у нас сегодня выйдет сюжет про нечистоты, куриную кровь, которая поступает в канализацию вельскую. Девушка, я не уполномочен давать комментарии. Извините. Вы можете подсказать телефон руководителя, кому можно подсказать? Нет, не могу. Однако в личном разговоре представители птицефабрики пояснили, стоки всегда сбрасывались в общую канализацию. Но система устарела, трубы и насосы надо менять, они не справляются с такими объемами. А вот кто должен это делать, сама птицефабрика или местный водоканал? Споры не утихают много лет. Оба предприятия отказываются от права собственности на устаревшую систему. Но встает вопрос, почему кровь поступает в канализацию? Ведь на птицефабрике должны работать очистные сооружения. Нами в течение продолжительного количества времени велись переговоры с Вельской птицефабрикой и с водоканалом. Но каждый раз диалог заходил в тупик. На нашем уровне создана комиссия по решению вопросов, по сбросу стоков, в которую входят депутаты поселения, представители администрации и уполномоченные лица водоканала и птицефабрики. А ведь и сами руководители птицефабрики живут в Вороновской. Но вместо решения кровавого вопроса предпочитают созерцать вот такие пейзажи и вдыхать непередаваемое амбре. Но вариант есть. Недавно начало работу новое предприятие, которое может заняться ремонтом канализации. Вопрос в цене. Очевидно, что людям еще не один месяц наблюдать эту вредную для психики картину. Юлия Майданова, Анатолий Квасков, Новости 24, Вельский район.